Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем исследовать сабнатику, выживать в ней, проходить ее. В прошлой серии, друзья, мы немного повозились здесь на базе, построили большой аквариум, разобрался я там к середине серии. Как всегда по своей невнимательности я не дочитал, что там можно сделать в нем люк, так же как мы делаем, например, люк на выход из нашей базы. И сделал люк, накидали мы туда этих местных здесь яиц, они, друзья, кстати, благополучно вылупились, и я сейчас вам покажу, кто у нас там появился. Сделал я себе над кроватью фоторамку, вот такую интересную фоторамку, и повесил в нее воспоминания одного своего предка, когда-то далекого, как он ездил охотиться в Европу, друзья. Я вам рекомендую эти воспоминания посмотреть, они есть на моем канале. Это вторая игра, которую мы параллельно проходим вместе с Абнатикой, The Hunter Call of the Wild, друзья, рекомендую. Так вот я решил вам намекнуть ненавязчиво, что у меня есть еще на канале игры, кто не знает, обязательно посмотрите. Ну, точнее, не игра, а пока одна игра. Ну, а от вас, друзья, я по-прежнему жду в комментариях кандидатов на следующее прохождение, на следующее летсплей. Обязательно, друзья, пишите в комментариях, какие игры вы бы хотели видеть на канале. Я, допустим, к примеру, могу вам намекнуть на Ведьмака, ну, а вы уж сами решайте. Ведьмак игра интересная, хорошая, классная, можно было бы ее потихонечку начать проходить. Не спеша, не торопясь, не ставить это целью прям какой-то первостепенной, ну, потихонечку поигрывать одну там серию. Иногда, может быть, выкладывать раз там. Отлично, хотел положить и взял и съел. Выкладывать иногда там по серии. Ну, а там, может, пойдет и будем выкладывать каждый день. А вот, друзья, наш с вами аквариум. Можете видеть, вылупились эти такие кальмарики какие-то, я их называл милахи. Ну, правда, они выглядели действительно довольно мило, когда были в яйце. Ну, друзья, я вам хочу сказать, выглядят они так же мило, в принципе, сейчас. Ну, вот, не хотят поворачиваться к нам, но они такие прикольные, прикольные. Тут, оказывается, у нас даже яйцо сталкера было одно. Ну, и в основном такое. Вылупились вот эти вот камикадзе. Ну, в аквариуме, друзья, они все мирные, никто не нападает. Ну, можете видеть, в принципе. Ну, сталкера не было на тот момент, но я думаю, что они, скорее всего, в аквариуме не нападают. И посадилось сюда 4 гриба. Вот они сидят. Такие прикольные грибы. Я надеюсь, что они тут подрастут слегка, может быть. А может, больше уже и не вырастут, вполне возможно. Я надеялся, честно говоря, на такой мягкий, ненавязчивый фиолетовый свет здесь. Ну, оказывается, что не так они тут и светят. Светят здорово только в своей пещере, а здесь как-то не очень. Ну, да ладно. И, друзья, у нас сегодня по плану будет исследование двух инопланетных достопримечательностей. Назовем их так. Так, не знаю, что там. Я, друзья, только туда доплыл и бросил маячки, чтобы нам с вами туда сейчас в серии сплавать и поисследовать. Два таких места я нашел. Вот они, красный маячок 1 и красный маячок 2. Ну, в смысле, номера у них 5 и 4, но мы будем называть красный 1 и красный 2. Один далековато, 1600 метров, один поближе. Ну, сплаваем, допустим, сперва на ближний, поисследуем, посмотрим, что там, тайник или какая-нибудь, может быть, лаборатория или еще что-то. Я, друзья, не знаю, не смотрел. Побросал маячки, просто нашел эти места и побросал там маячки. Но, друзья, поплывем мы туда на мотыльке, но не на просто мотыльке, а на улучшенном мотыльке, друзья. Я сейчас планирую поставить апгрейд на него. Я уже подготовил все к крафту. Апгрейд с системой периметральной защиты мотылька генерирует на большое электрическое поле для отпугивания агрессивных существ. Посмотрим, друзья, как это нам пригодится и пригодится ли вообще. Мы привыкли решать через стазис винтовку и нож наши все разноглазия здесь с местными. Посмотрим, как у нас будет получаться в этой серии. И торпедный отсек, торпедная установка для мотылька. И даже, друзья, тестово сделаем пару торпед вот таких вихревых, потому что на другие торпеды у меня нет ресурсов, нет газового фолликула. Я его ни разу еще пока не встречал. Не знаю даже, что это. Вроде все, что я хотел сделать. Я уже к этому заранее подготовился. Чтобы не отнимать здесь время на этот крафт. Крафт такой нудноватый. Здесь крафт матрешка, я его называю. Сделай одно, сделай другое, сделай третье. И на выхлопе получишь только ингредиент, который нужен для крафта какого-то там апгрейда мотылька. Так, ну да ладно, доступ к улучшениям. Открываем, забираем это, забираем это. И, друзья, ставим. Ставим наши улучшения. Торпеды. Так, а торпеды, друзья, я прочитал, они загружаются в торпедный отсек. Осталось только нам его с вами найти. Где этот торпедный отсек? Ну, возможно, он где-нибудь снизу. Так, а ну давайте мы сейчас отцепим мотылька и посмотрим. Чуть сейчас выплывем сюда. Во-первых, давайте посмотрим, что такое это электрическое поле. Я бы, честно, его переставил бы. Переставил бы. Так, я понял, понял. Так, отсюда мы не переставим, а переставлять нам нужно вот отсюда. То есть, цифра 1 получается вот это. А вот это будет цифра 2, наверное. Ладно. Интересно мне, как эти торпеды загрузить и куда. Хранилище. Может быть, просто их достаточно в хранилище положить. Но написано, что они загружаются в торпедный отсек. Залезть в мотылек. А, вот торпедный отсек, друзья. Посмотрите, вот он, торпедный отсек. Тут уже 2 вихревых торпеды лежит. Давайте еще 2 туда засунем. У нас 4 торпеды. Попробуем мы их испытать на особо надоедливых каких-нибудь ребятах. Специально, конечно, полить не будем. Но испытать надо будет. Сейчас я починю мотылька. Меня тут потрепали, пока я эти маячки расставлял. Чудом я ушел от жнеца. Не то, чтобы я его сильно бы боялся, но... Куснуть мотылька он хотел. Было такое. Я прямо из-под челюсти у него вывернул. Сбросим давайте сейчас вот эти ненужные апгрейды. И, друзья, сейчас я еще быстренько гляну. Может, что-нибудь там есть для улучшения корпуса? По-моему, какая-то броня. Да, да. 4 алмаза, 3 титана, 1 литий. Все это у нас есть. Я думаю, что вместо хранилища... Вместо хранилища, наверное, друзья, я построю сейчас... Так, 1 литий. И здесь его, как я вижу, нету. Построю все-таки... Усиленный какой-то корпус. На всякий случай вдруг предстоит нам с кем-нибудь пободаться, помахаться. Мотылёк, конечно, не такой прям супер-боец, но все же... Сделаю сейчас быстро. Это вот буквально сейчас у меня возникла идея. А, 4 алмаза, друзья, прошу прощения, взял 3. Так, сейчас быстро-быстро мы сгоняем и возьмем 4. На всякий случай, мало ли, вдруг... Вот прибавит нам это живучести какой-нибудь. Мотыльку. Может, чуть дольше он проживет в какой-нибудь серьезной схватке, потому что жнец нас еще не кусал, не хватал, но чувствую, не за горами это время. Рано или поздно мы на него нарвемся. И еще кое-что, друзья, вспомнил. Сейчас быстро хватаю эту чудесную штуку. И следовать нам эти... Придется всякие... Возможно, может быть, пещеры или что-нибудь. Неизвестно, кто там нас может ждать. Поэтому захватим мы пропульсионную пушку. На всякий случай, чтобы кого-нибудь там подраскидать. Особо надоедливых. Нехороших. Существ. Так, и, друзья, нет. Вот сюда хотел. Это биом грибов. Грибной лес, по-моему, как-то так называется. Там очень интересный такой вход. Его не сразу найдешь-поймешь. Но я поплутал, полетал. Там в итоге нашел. Нужно как-то нам все-таки двигаться по сюжету. Играть, конечно, в эту игру интересно. Вот такая возня. Песочница. Прикольно. Все классно. Строй. Ходи. Собирай ресурсы. В принципе, что еще нужно для такой спокойного геймплея, чтобы не бомбила пятая точка там от каких-нибудь непробитий. Или каких-нибудь выстрелов через полкарты. Когда не понимаешь, откуда тебе прилетело. А эта игра, она другая. Она для отдыха. Здесь, конечно, есть такие эмоциональные моменты. Немножко обостренные в плане эмоций таких получения. Но их здесь немного. В основном все-таки это возня. А при должном раскладе, так скажем, так вот это было зря. Хотел прощемиться, не получилось. Можно использовать пушки всякие. Поэтому существа тут могут особо не доставить проблем. Но расслабляться в любом случае, друзья, не стоит. Проблем, может, они не доставят. Если всем пользоваться, но в какой-то момент расслабишься и куснет за одно место тебя какой-нибудь жнец или еще. Кто похуже, не знаю, кто здесь есть хуже. А, друзья, тем временем мы с вами прибыли. Прибыли на место. Забираем. Хотел сказать, забираем маячок. Редактировать. Взять. Не надо редактировать. Давайте возьмем. Пускай висит здесь мотылек. А мы с вами давайте сейчас... Да, друзья, это пещера. А если это пещера, значит здесь вполне возможно будут прыгуны, пескуны. Короче, всякие такие могут нам мешать. Нехорошие существа. Ну, здесь нет никого. И как-то на удивление, друзья, все это дело быстро кончилось. Рассчитывал я здесь побродить, походить. Но, видимо, не судьба. Ну, хоть давайте глянем напоследок. Может, какие-нибудь ресурсы здесь припасены интересные. Но, вроде, ничего тут такого нет. И вот у нас ворота. Чтобы их активировать. Что-то там нужно, наверное. И можно ли их вообще активировать. Ну, думаю, что активировать их можно. Потому что зачем бы они еще здесь были. И, скорее всего, друзья, может быть в будущем, когда мы их активируем, я думаю, что упростят они нам перемещение здесь по этому миру. По здешнему. Вполне возможно. Интересно, друзья, а можно маячок выкинуть? А нельзя. Нельзя. На суше его выкинуть нельзя. Ну, это как минимум странно. Если он маячок, он работает, в принципе, везде. Но, вот здесь не работает. Выкинуть его нельзя. Так. И что? Ну, вы знаете, давайте, чтобы потом не искать это место, может быть, оставим здесь маяк. Попробуем, да? Вот где-нибудь здесь сейчас его... Кто в теремочке живет? Золото. Живет в теремочке. Вот сейчас выбросим. И его как-то можно, как я понял, редактировать. Вот. Радиомаяк не радиомаяк 4, а назовем мы его, например... Ворота. Грибной лес. Назовем вот так. Все, пускай он здесь болтается. Плавает. А мы, друзья, отправимся изучать следующее... Следующее место. Оно подальше. А с этого... Расстояния оно еще дальше. Там какое-то яйцо. Ну, мне хочется каких-то интересных существ. Вот это я что-то как-то вообще опрометчиво сделал. Хочется какие-то интересные существ для аквариума. А то я накидал в прошлой серии там яйца. Они, оказывается, такие эти. И там маленькие такие скатики одноглазые. Ничего, собственно, интересного. У них нету. Ну, вот почти 2-300 метров нам. Ну, доплывем, я думаю, сейчас дамчим. Давайте посмотрим, как работает, например... На цифре 1 у нас. Генерация электрического поля. Давайте-ка он сейчас найдем агрессивную песчаную акулу. И долбанем ее током хорошенечко. Вот этих вот не хочется трогать. Медуза скат, кажется, называется они. Не хочется трогать, они такие нормальные. Мирные, красивые. А вот с этим... Ну и... Угу. То есть... Так, я понял. Я понял. Нужно, значит, получается, это выбирается. 1 или 2. И дальше на левую кнопку мышки это активируется. Я понял. Все, как это работает, я понял. Ну, так же и торпеды, я думаю, сейчас мы их выбрали. Но не будем лишний раз активировать. Не будем вообще их активировать, пока не будет на то действительно какой-то необходимости. Ну, посмотрим. В любом случае в этой серии посмотрим, хотя бы одну торпедку-то запустим. Для интересов. Для интересов и... И вот, может быть, даже сейчас мы запустим... А, вот в эту вот... Костяную акулу. Ох, друзья, посмотрите, что творит. Что творит эта торпеда? Интересно. Такой она создает какой-то гравитационный водоворот или что-то такое. Прикольно, прикольно. Здесь мы плавали уже, я помню, эти места узнаю. Ну, здесь не здесь, но минимум похоже. А вот... А получика? Понравилось? А приходи еще. Они хотят, они, смотрите, да, приходить еще. То есть, сразу как бы разворачиваются и... Того. Улепетывают. Ну, интересно, вот. Где-нибудь наткнуться на жнеца. Поможет ли нам эта... Эта штука от жнеца. Электрический этот импульс. Все-таки жнец противник-то. Посерьезней. Во всем. И, друзья, я сейчас хочу починить мотылька. Что-то как-то странно. Уже 70% осталось. Непонятно, то ли расходует... Расходует эта опция. Интересно, а что она расходует, кстати? Ну, как-то непонятно. Вроде ничего особенного не расходует. Я думал, может, каким-то чудом там тратится прочность там на применение. Ну, да, это было бы глупо, конечно. Ну, а вот мы, друзья, подплываем уже здесь к полноправным владениям жнеца. Да, я знаю, друзья, он здесь есть. Жнец здесь есть. Поэтому нужно аккуратно нам... Тут еще огромные эти электрические угри. И, друзья, посмотрим в этой серии, или, может быть, в следующей, не знаю. Мы с вами поисследуем еще очень прикольное, классное место. Я его нашел. Вход в него нашел. Оно огромное, на самом деле. Там, ну, там не так, как везде. Я вам так скажу. Дай, что да. Как будто даже и не сабнатика вовсе. Но интересное. Интересное это место. Я тут пока вход к этим притечам искал. Вот к этому маячку мы уже почти подплыли. Вот этот вход пока искал. Наткнулся там действительно на огромный какой-то... На огромный такой провал. Не знаю, вход это что это, даже не знаю. Ну, вот кто это делает, да? Нравится мне эта штука. Классно так она. Дает им прикурить. Ну. Они не хотят, да? Не хотят от нас отстать. Хоть на секундочку. Так, ну, я думаю, что... Разломают они мотылька. Наверное, придется нам... Во-первых, придется нам его быстро сейчас чинить. Быстро-быстро починить. Они что-то прям настроены расковырять мотылька основательно. Ну, либо мы сейчас просто решим со всеми здесь вопросы, либо... Они, по-моему, не очень-то. Либо отправимся в пещеру и бросим мотылька, как есть. Наверное, второй вариант, потому что... Ох ты, даже ты сюда заплыл, интересно, какой ты умный. Кверку пузом. Сохранимся, просто сделаем такой же маневр, как раньше делали. Просто сохранимся и... Потом, если разломаем мотылька, мы что-нибудь придумаем. Ну, я думаю, что не должны. А вы знаете, друзья, я вспомнил. Им же не нравится свет, насколько я из описания помню. Давайте мы его оставим вот так вот с фарами включенными. Прямо так. Ох ты... Собака такая. Ну, давай. Как говорится, за мотылька. И двор стреляю в упор. Так что... Ладно. Ладно, теряем время. Подлечим сейчас последний раз его, а дальше пусть ломают. В крайнем случае... Всего-навсего-то потеряем, господи, топового мотылька, да? Подумаешь там. Ерунда какая. Конечно, нет. Конечно, не ерунда. Не хочу терять мотылька. Мотыльок это наше... Наше все. Ну что ж, погнали. Погнали на исследование. Возможно, здесь будут прыгуны. Ползуны. Ты кто? Неизвестно. Ну, надо как-то было сперва, наверное, посмотреть. А то опрометчиво я его притянул. Так, а здесь у нас что-то лежит, светится. Наверное, просто... Просто декорация застряла, да. Так и есть. Прикольно. Так тут потолок такой прям. Того и гляди, отвалится какая-нибудь такая штука, да? И поломает тебе костюм или что-нибудь такое еще хуже голову. Интересно, никакой же ведь консоли нет управления. То есть, ну вот просто они есть и есть. И все. Ну ладно. Ладно. Тоже это, не знаю, ворота, портал, арка. Ну, что-то такое. Продолжим. Продолжим исследование. И, наверное, друзья, я думаю, сплаваем мы в то место. Я думаю, сплаваем. Оно, по-моему, здесь где-то недалеко. Попробуем как-нибудь его найти. Вроде сложности не должно возникнуть. До сих пор она тут дергается как-то. Какой-то баг поймала. Ну ладно. Так. Не надо. Не надо, не надо. Не то нажал. Прошу прощения. Чуть не поломал мотылька. Ну что ж. Давайте сейчас... Так, вы знаете, вот маячок. Ну ладно. Сейчас дабы, чтобы не привлекать здесь. Лишний раз этих акул костяных. Я просто запомню этот маячок красный. То есть у нас один красный ворот и грибной лес, а этот будет потом как-нибудь сплавать. Переименую его, может быть. А может и нет. Может не буду. Посмотрим. И, друзья, где-то здесь рядом... ...была капсула номер 12. Я в нее тоже бросил маячок. И мы сейчас доплывем до нее и от нее уже... ...спозиционируемся. В то место, в которое я хочу сплавать. Выкусили. Так. Вот это капсула номер 12. Маячок номер 6 на ней. И нам, друзья, нужно от нее строго на север. Порядка 50 метров. Туалет типа сортир. Но это было в одном фильме. А мы увидим там... ...нечто интересное. Завораживающее. В то же время довольно жутковато выглядящее. И вот, друзья, посмотрите, как прикольно выглядит без фар. Вот это вот все дело. Вообще прям обалденно. И угарь даже здесь этот к месту получается более-менее. А нам дальше, друзья, на север. И не просто на север, еще и в глубину. Так, у меня где-то была водичка. Сейчас мы ее выпьем. А периодически будем просто бодрить этих местных здесь шокером. Чтобы они нам особо не мешали. Ну вот, друзья, в принципе, начинается уже потихоньку это место. Посмотрите, как выглядит все прикольно. Светятся такие какие-то... ...на скалах то ли растения, то ли какие-то... ...материалы для крафта. Давайте сейчас посмотрим. Я думаю, нам никто здесь особо мешать не будет. И даже, может быть, отсканируем. Если это сканируется, а это не сканируется, это просто... Это просто есть и просто ничего. А вот там внизу, друзья, я думаю, сканируется. Растения, которые там всякие есть. Вот фиолетовое такое, я уже помню, это я видел где-то. Ну, в любом случае, друзья, мы сейчас припаркуемся, наверное, и... ...посмотрим, посканируем здесь. Призрачная водоросль. Отлично. А, попутно, я думаю, что поджарим мы. Поджарим бумеранг. Ух ты, юркий какой. Теперь только нужно найти, куда он упал. Вот он. У меня там есть в запасе одна... ...соленая. Пескун соленый. Но пока мы его оставим. Хранится он дольше. Огненный коралл. Сканируем и его. Но крики, друзья, здесь есть какие-то не очень. Не очень приятные, но... ...нас это все равно не испугает. Все равно мы поплывем. Поплывем это место исследовать. Смотреть, что здесь есть. Я немножко, буквально, заплыл в него, друзья. Совсем чуть-чуть. Так, а вот ты... ...кто или что и зачем? Ну, ясно, ясно. Да иди ты. Так, надо нам, друзья, наверное, чуть углубиться подальше. Там, по-моему, их уже не будут. Но будут другие. Я думаю, не менее опасные существа. Но с ними мы разберемся. Стандартной нашей связкой. А пока... ...давайте... ...сейчас... ...починим. Я, друзья, не могу так позволить даже наполовину висеть. Придется нам периодически чинить. Костяные останки левиафана. Отсканируем. Это отсканировали. И, друзья, давайте я вам покажу костяные останки эти. Почитайте. Ну, не знаю, если интересно, вот это вот все. Вот это и... ...вот это. И да, и пока... ...пока все. Вот здесь, смотри, друзья, такой... ...какой-то подводный горячий источник или гейзер. Я даже не знаю, что это. Я вижу уже там кристалл на 100 рано есть. И температура. Да, здесь сразу поднимается температура. Заберем. Заберем пока все, что... ...такое... ...редкое. Ну, литий, конечно, не совсем уж такой редкий. Тем более мы знаем, где его находить. Но, друзья, посмотрите, как здесь все прикольно выглядит. Как какой-то, я не знаю, какой-то напоминает... ...космический город, что ли. Если немножко... ...отключить сознание, что мы под водой и все такое... ...напоминает, как будто мы... ...в каком-то масс-эффекте. И смотрим... ...где-нибудь с высоты на космический какой-то город. Прикольно все выглядит. Ну что ж, давайте продвинемся дальше немного. И вот. Вот. О чем я говорил. Не знаю уж, насколько опасны вот эти вот. Вот эти обитатели, но мы сейчас узнаем, кто это... ...что это и зачем. Сканируем речной мародер. Долго сканируйте, друзья. Ну, посмотрите, такая она какая-то полупрозрачная. Прозрачная, костяная. Сейчас мы обновим. И... ...я думаю, вряд ли он... ...миролюбивый. Поэтому мы его просто сейчас... ...почикаем... ...на всякий случай. ...чтобы он нам никаких проблем не составил. А вот, друзья, еще один скелет лежит. А там еще одна такая же плавает. Ладно. Будем разбираться. По мере поступления проблем. Посмотрим. А этот скелет уже... ...да, этот скелет не сканируется. И этот скелет, как я понимаю, друзья, очень похож на... ...на морду жнеца. Вот это все. Да, скорее всего, это и есть жнец. Оказывается, и на них тут есть какая-то управа. Интересно, сами они или от кого-то пострадали. Пока непонятно. А вот что-то есть такое. Давайте отсканируем. Возможно, это... Да, это ничего. Не сканируется. Сколько же много вот этих светящихся элементов здесь. Интересно, а вот они тоже не сканируются? Они просто есть и есть, да, скорее всего? Ну, наверное, да. Потому что даже как-то и толком текстуры на них нет. Ну, вы знаете, что, собственно, гадать? Давайте проверим. Ну да, так и есть. Не сканируется это. Хорошо, продолжаем. Давайте немного спустимся. Вот опять такая ядовитая муть какая-то, которая, помню, нам уже причиняла здесь проблем. Сунули мы как-то туда лицо. Интересно, что в итоге мы найдем в конце этого всего? И найдем ли мы вообще что-нибудь здесь, кроме вот этой такой жуткой какой-то красоты? Вот есть речной мародер. Вы знаете, друзья, наверное... Да, я думаю, что есть смысл с ним. Только, конечно, не ремонтным набором. Есть смысл с ним разобраться просто заранее. А то выскочит этот любитель подкрасться сзади. И укусит нас. А еще хуже что-нибудь наделает такого, чего мы не сможем потом восстановить или вылечить. И вот там, друзья, что это? А это призрачный левиафан. Ну, однажды мы с ним пытались. Пытались мы с ним бодаться. Вы знаете, бояться мы не будем и сейчас. Попробуем. А почему бы и нет? Так, только... Вы знаете, наверное, нужно кое-что сейчас сделать такое. Вот, заменить этот ремонтный на... На вот эту полезную вещь. И попробуем мы сейчас с ним... Навязать ему бой. Если получится. Но он какой-то... Какой-то он вялый, честно вам скажу. Вот он плавает и плавает. Ну и что? Это тот самый суперхищник. Опаснейший. Опаснейший суперхищник. Еще в него и не попадешь. Значит, можно. Значит, остановить тебя можно, друг. А если тебя можно остановить... Тебя можно отсканировать. И попробовать тебе навалять. Обновим. Кстати, сментовочка не обновилась. Вот так вот. Сейчас бы можно было вляпаться в что-нибудь нехорошее. И дурно пахнущее. Ну ладно. Хотя бы мы его отсканировали. Я думаю, что просто кинжалом мы его вряд ли затыкаем. Поэтому... А вот даже не знаю. Вроде бы и по-хорошему бы назад повернуть. А с другой стороны... Как-то и не хочется. Как-то и хочется дальше пропад посмотреть. Что там нас ждет. Ну, давайте тогда сделаем. Так, значит, сейчас мы сохраняемся. И посмотрим. Если... Вломит он нас. Ну, значит... Значит, так тому и быть. Ой, какой же ты противный. А какой же у тебя голос. Звуки. Вот все вообще максимально противно, неприятные. А туда, друзья, посмотрите. Но мы уже, кстати, на грани с вами. На грани погружения. Поэтому не будем мы сейчас погружаться ниже. И хорошо, что я вовремя заметил, друзья. Иначе сейчас бы мы могли раздолбать наш мотылек. И это было бы вообще неприятно. И несвоевременно. Где-то... Почти на километре поломать мотылек. Потом отсюда выплывать. Это, мне кажется, проще было бы через... Через какую-нибудь там погибель. Через смерть нашу отсюда выбраться. Было бы быстрее и проще, мне кажется. Ну... А мы пока давайте продолжим здесь исследовать. Ну, вроде, вы знаете, эти мародеры... Как-то вот есть и есть они. Но они особых проблем не доставляют. И, друзья, внимание. Внимание, мы нашли... Какой-то комплекс предтеч. Большой. Огромный комплекс, друзья. Давайте сейчас покружим здесь, осмотримся. Похоже, это инопланетное сооружение рухнуло на дно. Похоже. Похоже. Друзья, неужели мы нашли что-то действительно... Интересное и стоящее здесь? Там страж. Надо нам... Куда-нибудь сейчас в итоге... Заплыть. Обнаружен инопланетный передач, языковой анализ завершен. Осторожно, внутри содержится опасные материалы и формы жизни. Угу. Это внутри вот этой штуки, да, говорят, находятся опасные формы жизни. Так, ну, страж отвалил, надеюсь, от нас, да? Все хорошо. Так, а давайте посмотрим теперь сверху. Так, мы немножко кружок сделали такой. Так, а вот интересно, в итоге-то давайте выясним, что с этим мародером-то не так. Ну вот, вот он я, мародер. Смотри, вот я здесь. Я тебе... Хотел сказать, я тебе не интересен, и в этот момент мародер мне подкинул. Ну, видимо, прям совсем-совсем близкий контакт их вынуждает атаковать. А так, по-моему, какие-то они немного вялые, как по мне. Интересно, а страж с мародером ничего сделать не хочет, например? Страж, твоя работа вообще, давай, работай. Отрабатывай зарплату. И тут стражи этих прям вообще, посмотрите, и там, и тут. Прям некуда деться. Сторожа-то, видимо... Они здесь действительно что-то, друзья, серьезное. Три стража здесь в одном месте. Пришло время перекусить от страху. От страху захотелось кушать. Ну, да. А вот какой-то... Какой-то обломок или что-то такое. Давайте сейчас... Где-нибудь здесь запрячемся. Мотылек что-то прям на глазах ломается постоянно. Как-то два раза стукнусь там-сям. Все, сломался. Так, а вот это... Нет, это не сканируется, друзья. Ничего с этим сделать нельзя. Просто валяется такой кусок, видимо, как текстура. Обломок от этого всего дела. Интересно, откуда это все рухнуло, если мы находимся под водой. Причем на приличной глубине, я вам скажу. Так, ну что ж, в принципе, сюда мы добрались. Я думаю, что можно сохраниться. Конечно, запас жидкости у нас не очень, я вам скажу. Одна бутылка на 50 есть. Так, а вот здесь что? Посмотрим. Так, это ничего не дает. И это тоже. Сейчас я, вы знаете, наверное, кого-нибудь поймаю, поджарю. Немного хоть запас жидкости восстановим, а то как-то... Совсем здесь. Будет нам тяжко, если дальше исследовать это место. Ну, хоть чуть-чуть, хоть какой-то там крошки. Восстановим сейчас и продолжим. Давайте поищем где-нибудь какой-то вход. В это во все дело. Получится у нас или нет, не знаю. Сейчас разберемся с этим мародером. Все, разобрались. Отлично. Давайте посмотрим здесь внизу. Может, где-то есть какой-то вход. Куда-то можно заплыть. Ну, пока никуда. Пока что ничего тут не видно. Никаких входов явных не видать. И на такой глубине у нас лежит медная руда. Почти километровая глубина практически. И здесь просто медная руда. У нас вот, к сожалению, друзья, осталось совсем немного времени до конца серии. Поэтому даже не знаю, как лучше нам поступить. Наверное, мы, я думаю, где-нибудь здесь сохранимся. Так, а у нас есть еще один маячок. А вот, к сожалению, маячка-то у нас и нет. Ну, да ладно. Не проблема найти. У нас есть маячок в капсуле номер 12. От нее я сюда дорогу найду. Это не проблема. Проблема тут, скорее всего, будет попасть. Хотя, вот, по-моему, друзья, посмотрите. Вход есть. Так. Заберем. Пригодится. И что здесь нужно? Фиолетовая скрижаль. А они, друзья, у нас лежат... Лежат на базе, к сожалению. Вот такая вот ирония. Да, скорее всего, поступим мы таким образом, что я вернусь на базу, друзья. Но это уже будет между сериями. И потом вернусь сюда обратно, и мы здесь продолжим исследование. Я думаю, поступим так. Пока мы, давайте, здесь еще поплаваем на мотыльке, пока нам позволяет это делать. Пространство. Здесь, пока мы здесь везде проплываем, пролетаем, можно поплавать немножко на мотыльке. Посмотреть еще, что здесь есть. Чтобы прихватить сейчас что-нибудь и унести с собой. Так, а вот вопрос. Вот эта вот пропульсионная пушка возьмет этот завал? Не возьмет. Ну, не возьмет и ладно. А здесь, друзья, посмотрите, есть... Для сканирования у нас всякие интересные вещи. Яйцо морского дракона. Интересно. Грудная клетка. Угу. Хорошо. А здесь образцы скатов. Берем. Берем. Все, берем. Все, смотрим. Еще один кубик энергетический, или как-то так он там называется. Ну, давайте заберем и эту информацию. Зараженные особи не могут покинуть планету. Ну, да. Это мы уже узнали. Где-то там в первых сериях у нас была такая ситуация. И прилететь никто не может, и улететь тоже. А вот там кто-то... Кто-то, друзья... Того, кажется... Помер. Так, ну, вы знаете... Ладно. Сейчас мы вернемся к мотыльку, и... Я между сериями вернусь на базу. Еще немножко там подзатарюсь. Возьму побольше воды, еды. Чтобы мы... Возьму скрижаль обязательно, нужно не забыть. Чтобы мы здесь спокойно все поплавали, изучили. И предлагаю сейчас закончить эту серию здесь. И следующую серию здесь же мы, друзья, и начнем. Я сюда приплыву. Но все это быстренько сделаю между сериями. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Друзья, в комментариях обязательно пишите, предлагайте игры для следующего прохождения раз. Обязательно помогайте мне по игре. Что-то я где-то не заметил, пропустил, неправильно сказал, не так понял. Друзья, обязательно поправляйте меня в комментариях. Ну и в общем, в целом, по каналу тоже подсказывайте, помогайте. Канал молодой. Я только-только еще развиваюсь. Буду вам признателен и благодарен, если поможете в комментариях. Любая помощь, друзья, абсолютно любая. А мы с вами увидимся в следующей серии. Пока-пока.